Лаба дына нор Даугавас нор Плявиня. Теперь это уже Латвия, причем река наша Даугава. Среднее течение это называется на территории Латвии и небольшой город Плявиняс. Вон тут какой гостиный дом и прямо из окна видно реку Даугава, которая сейчас вот в каком состоянии. Какой тут интересный дом такой, это у меня гостиный дом. И вот даже из окна видно вот река Даугава. Да, она именно сейчас так. Так что будем смотреть, что же конкретно там с ней. Вон начался сначала дождь, теперь же снег, можно сказать, идет. Вот. Такой мокрый. И начинает темнеть. Ну, увидим, как тут завтра. Я остаюсь тут до завтра. Надеюсь, что тогда смогу что-то поинтереснее это снять. Вот уже пришло следующее утро. Вышел отсюда. Вот такое интересное тут место. Видите, такие надписи, таблички. Двор такой интересный. Как видно, тут реставрировали что-то старое. Там вроде бы цех может быть даже был что-то такое. Так, вот отсюда двор выглядит. И вот это здание в самом центре Плявенес. Я знал еще это место. Рядом, видите, мотались. Там лет пять не было пока. А раньше я тут нередко приезжал. Здесь такая красивая набережная реки Даугава. Такой городок на перекрестке железных дорог. Тут имеется ответвление на Гулбана, которое меня заинтересовало. Ну, а смотрим, как выглядит сама река. Вон как выглядит. Я читал, что с Екапелса вода уже немножечко отошла. То есть уровень снизился. Но еще продолжает оставаться высоким. Здесь, как видно, еще вот даже несколько метров не хватает до уровня города. Ну, вот иногда я видел, некоторые года были такие, когда куски льда прямо уже вывалились чуть ли не на улицу. Тут, видимо, такой исторический центр. Переправа была и пристань. Вот старинные кадры, как это раньше было. Ой, сколько тут народу. И сколько тут народу. Ну, а здесь здание, как я понимаю, там культурный центр. Инфоцентр. А тут вот вдоль реки такой променад сделан. Даже вот такая доска. Полумарафон. Как раз вот Лявинская променада в Даугаве. Полумарафон, видите. А он делается, вот как видимо, только с 19-го года. Это было зимой 13-го года. То есть уже 10 лет всего лишь назад. Когда река настолько замерзла, что можно было переходить. Переходить по ту сторону. Там даже тропинка была. Вот примерно там. Вот там есть пансиона. То есть дом пожилых. Если что-то не изменилось. И вот помню, вот в то место, как раз там иногда и вода вышла из берегов. И чуть-чуть что-то затпляло даже иногда. Ну а здесь вот такое, сделали такую набережную. Какой символ? Плявнис 95 лет. То есть, видимо, это статус города. Был прислон 95 лет назад. То есть, видимо, в 1928 году. Как раз вот во времена Латвии. Вон, тут место такое интересное. Фактически, тут встречаются три исторических края. И сами Плявнис такие длинные. Вот. От Гостыни до Салга. И там еще есть, это, Стукмань, мы уже. Историческое название Плявниса Стукмани. Вон какой красивый флаг. И длина вот города 8 километров. И тут встречаются три латвийские исторические края. Видзами, Сейлия или Селония и Латгала. Латгалия исторически начинается вот в том месте, где река Айвекста. То есть, по реке Айвекста проходит историческая граница. Тут вот такой магазинчик называется Оазис. Тут такой променад. Раньше его не было. Это, да, примерно какие-то, может быть, 10 лет назад это делали. Да, примерно. Точно не скажу. Вот как раз здесь и видно то место, где вот иногда эти куски льда выскочили из реки. Ну вот, похоже, что здесь и виден этот ледяной затор, из-за чего вот образовалась эта пробка. И, как следствие, последствия, ну, не то, что уж совсем потоп, но, наверное, близко к тому. И некоторые места, как слышен, и были уже затоплены в городе Екопилс, которые находятся километров 18 сверху по течению. Тут угроза была регулярно, почти каждый год. Если было больше снега, здесь тоже. Ну, видимо, поэтому сделали вот эту дамбу, ограждение. Ну, вот, после этого, вот, по крайней мере, в Плявенис, в последние годы не слышно тут, чтобы была серьезная угроза. Ну, вот так это сейчас выглядит. Вот. Впечатление весьма такое. Ну, так себе. Ну, буду отправлять себе Екопилс. Будем смотреть, как там. Так, в Плявенис, мы увидим, что каждый раз не такие штуки не увидим. Верим, что сегодня екопилы на 15 январе. вот это продолжение этого променада она длинная да если не знаем и насколько километров этот променад но если город 8 километров у берега реки вы тут конечно да тут прогуляться конечно при хорошей погоде в принципе тут хорошо должно быть вот и места для отдыха тут сделаны так что места тут весьма красивые сейчас вот только начинают чуть-чуть улучшаться погода потому что вчера начался дождь сначала потом мокрый снег потом вечером очень сильный дождь все время ночью дождь и под утро ну уже не столь сильный но все равно что-то капало иногда дождь иногда мокрый снег вот так был со вчерашнего дня сегодня вот обещали что даже солнце может появиться вот плосные кумантуемость тут память о вплоть плотников тоже вот можно полюбоваться историческими фокту конечно раньше тут долгого тоже выглядела по-другому потому что она текла в таком глубоком течении были вкратце вон так выглядела долгого у места где втекает в нее река айвекста и таким был берег долговый у плявенья даже трудно представить что-то похожее сейчас только усилу да где-то ну вообще там национальном парке гауле можно увидеть какие скалы что-то такое даже была румба плявенья что-то похоже на вентас руму только более широкая видимо сам этот городок имеет частную застройку также некоторые чуть побольше дома какие-то трехэтажные наверно но они там дальше находятся места тут разные некоторые в такие ну вполне себе вот как здесь например хорошо обустроены бывают места где виды похуже вот как раз как-то у самой станции там похоже что-то не очень как-то выглядит вон автобусе ки тут сейчас такие едут обновленные здесь интересно что-то вроде какого-то цеха даже выглядеть здесь как раз это старая часть сейчас вот пришли к станции тут имеется площадь где приезжают между междугородние автобусы здесь они особенно раньше того заметно не обычно там имели остановку то минут десять-пятнадцать и там стояли и люди там выходили вот здесь ну станция вполне себе приличная но вот здесь на этом месте раньше тут когда лет двадцать назад приезжал еще тут работали эти киосики там продавали всякие пирожные мороженые там булочки пирожки и так далее ну а здесь приезжают поезда вот уже объявили что прибывает поезды газе лупы ими собираюсь ездить на крост был а там есть три года назад были железнодорожные кассы там сейчас почта но там есть и зал ожидания также и налево вот почта где были кассы ну хорошо что и так используется это помещение там по другую сторону есть уже другое название а вот по ту сторону прямо уходит дорога на хруст былс а налево вот на мадону и голубами но здесь уже наш поезд прибывает и газиру по утренним ну что будем смотреть как будет в хруст былс а сейчас будем смотреть как выглядит река айвекста да немного вышла из берегов вон как удивительно меняется погода теперь же даже солнышко светит это уже историческая территория латгалии былые времена латвия даже политической была разделена на три части курзами вместе с землевой витцами отдельно и латгалия отдельно но исторически это было даже недолго но вот как-то так сохранилось в памяти народа скорее всего потому что также и во время российской империи были отдельные губернии видземская курземская и латгальская не было она была в составе витебская вот приехали в хруст былс но город довольно большой по площади и там где-то полчаса ходить до реки если не ходить то есть возможность поехать автобусом вот тут это станции здесь вот люди ждут автобуса так что подожду и я вот тут примерно такая схема города я вон дистанции называется хруст былс и вон мимо замка вон до моста и на другом берегу реки раньше были два города на одном берегу хруст былс вот это и на другом берегу я как былс ну вот я приехал центра тут новый автовокзал и здесь торговый центр селья называется потому что это уже за рекой это уже называется силу не и эти тут все нормально сейчас иду на мост оттуда покажу как выглядит река вот здесь этот район который находится тут у реки видимо это и было зона эвакуации о вот на практике видно как солнечные панель панели устанавливаются он тут весьма такой большой район таких основном частных застроек при довольно низком уровне но их охраняла дамба и получилось как интересно вот что-то там дымит что эту дамбу как раз заблаговременно построили где-то лет 10-12 назад я читал что даже вот в то время некоторые даже протестовали не хотели чтобы эту дамбу делали но на сей раз получилось что вот как раз она спасла вот так выглядит сейчас река видимо середине течение уже даже свободно и тут уже свободно протекает вода причем видно что весьма стремительно потому что воды много идут дождей вот теперь еще продолжается ну вот здесь видно что дамба весьма высокая и уровень воды вот в конце прошлой недели там информировали что повысился на 8 метров и 88 сантиметров на обычного уровня и эту дамбу тут укрепляли вон смотрю там еще кое-какие работы продолжаются видимо люди были взволнованы опасались что она может не выдержать но слава богу все обошлось на сей раз вон тут видно как на другой стороне все это выглядит даже тут вот немного вода ну правда неизвестно это из дождя или из реки вот такой зато по эту сторону так примерно и плявенец было хотя немного иначе это все началось примерно неделю назад где-то прошлый четверг где мы 12 числа вот пошли первые сообщения что тут резко поднимается вода опасались даже насчет этого моста из тех кадров которые в то время были сняты я увидел что тогда вся река была вот вот такими наполнен перемены так как мы увидели в плявенец это видимо таким образом спускают в воду тогда где-то 14 15 объявили эвакуацию здесь берегов где эти дома небольшие вот и разрешили вернуться помнится что это было во вторник семнадцатого из два дня назад тогда уже опасность вроде миновал люди там помню что восемьдесят первом году вода поднялась еще где-то на полметра выше насколько могу ошибиться но там говорят что быстро поднялась и быстро потом ушло а вот на этот раз как-то несколько дней простоял так тут мост это был довоенный мост причем видно что он был железнодорожный потому что тут шла узкоколейная железная дорога вот тут на русском все написано он был не только железнодорожный там были пять полос эти только в том числе для автомобиля и повозок и также были тротуары вон сам президент карлес улман из тридцать шестом году открывал этот мост и так вся эта панорама выглядела в те годы вообще-то читал что вся эта проблема здесь с поводками возникла как раз после того когда сделали эту плявинскую гэс потому что это способствует образованию заторов тут правый берег даже более высокий кустовский берег там раньше разрешили вернуться людям ну а тут фактически видно что без этой дамбы все тут было бы в воде говорили что случае чего если дамба не выдержит то лед и вода тут пойдут очень быстро и даже невозможно будет эвакуироваться в принципе все обошлось просто ну видимо наши люди не привыкли к таким если места где живут постоянно таких опасаниях я реально природа проявляет свою силу регулярно вот тут видим очищают территорию убирают ну а тут вот сливается вода которая скорее всего как нибудь там прошла интересно откуда звуки такие на фото были сфотографированы некоторые места где вода как со звуками идет где вода уже что-то там немного затопнула и даже у некоторых дом домов даже до окон шла вода но по-моему это наверное там одно место еще покажу один доме там и видел в том берегу у моста но это может быть было там в начальной части города где нет это дамбы там я понял это было так еще можно отметить что хорошие слова были сказаны относительно мира города который очень оперативно все организовал дела дела и по-деловому без паники но так как нужно а вот туда же есть этот стенд вот сильнейший наводнение в истории я копился даже вот тут годовщина значит числа годов до в которых вот были большие испытания до пишут что крупнейшая была как раз восемьдесят первом году когда были даже человеческие жертв ну на этот раз как я понимаю слава богу обошлось без жертв ну вот тут написано что с 10 по 14 год вот эта дамба была реконструирована она была и до этого но вот как раз после восемьдесят первого строили эту дамбу но еще 2007 году почти она была прервана и тогда вот построили что более могучую так что главное событие тут видимо происходили в конце прошлой неделе в субботу воскресенье я тогда был мы оба были за границей в польшу и даже если бы я был бы здесь помню вот мир города как раз сделал заявление что паводки это не туристический объект и тут не следует приезжать снимать фотографировать этого первых подвергает опасности саму самих себя и плюс еще мешают работам вот здесь еще как раз видны эти мешки с такими мешками вот старались тоже вот укреплять эту дамбу чтобы вода не проникал а тут тоже какой-то интересный объект вот тут видимо старый город какие улочки писали что воскресенье тут целыми плеядами тут приезжали очень много типа туристов ну конечно в такие опасные места тем более если это может помешать другим не следует но если что вот машина это можно скажем быстро уехать да если пешком то это где-то пешком быстро строишься а это города побратимы я копился вот мелье германия я копился видно что постепенно возрождается не так быстро вот это все восстанавливать но постепенно помаленько что-то происходит видно что уже многие дома обновленное весьма в приличном состоянии вот тут есть истории я как был скруст пилс и долга между ними как два города стали одним сначала образовалась круст пилс еще в тринадцатом веке то был круст пуский замок дворец тут написано честно говоря я не очень понимаю какая разница между замками дворцом ну а я копился вот был образован видимо во время герцога якобса него видимо это название взялось весь нынется гостиница прямо с видом на реку тут тоже гостиница вот это гар чахура азербайджан вон тоже город побратимы какой тут чудесу ну да азербайджан это конечно страна контрастов тут много нефти 10 миллионов жителей но как понимаю бедности тоже достаточно какая церковь такая круглая форма эти старые улочки да не даром тут православие потому что не точнее не православие а старая вера потому что вот здесь как раз начале 17 века образовалась поселение гонимых на руси старообрядцев слобода и вот ее жители преимущественно были свободными русскими людьми которые занимались торговли обслуживали торговый путь под алга и в 1670 году герцог якоб дал название якоб штат и право города этому месту вот такая тут история здесь возможно одно из мест где лед шел выше всего вот только немного не достигал дамбу и здесь вот как раз видно где проложены эти мешки с песком видимо на всякий случай тут писали что из-за погодных условий еще не не ясно потому что еще ведь не ясно в конце концов поэтому дальнейшие события с точностью трудно предугадать но остается надеяться что все будет лучшим вон какая тут . ну прямо уже реально напоминает какой-то может быть даже 17 но может быть чуть все же более позднее время тогда наверно больше все же из дерево строили но 19 уж точно вон самом городе какие интересные объекты тут реально фон на упрячка этика эта скульптура сделана 2013 году бурвис зирксаратиям лошадь супряшка так получается для уточнения шанс поясню вот прочитал что эта церковь православная она построена в конце 19 века на месте бывшие сгоревшие деревянная церкви к тому же уже 17 веке тут были две православные церкви однако вот как мы узнали что первопроходимцы то есть но как бы первые жители города здесь как раз были старовер а это вот дом молитвы баптиста ну как известно бог один и путь к нему тоже один не могут не могли поделить люди это тоже печально а также как известно как библии написано что вне в рукотворных храмах бог живет поэтому про храмы и церкви я только так упоминаю с исторической точки зрения но ни в коем случае не думаю что это настоящий божий дом настоящий божий дом это сам человек должен быть он ведь сам живой и ему нужен живой храм аня мертвый из камней вон такая картина тут какие исторические строения деревянные довоенные это вообще что-то интересное ощущение между домами в целом видно что город живет вроде своей обычной жизнью может быть еще не полностью установлены в каком какой-то мере а некоторые взяли вон вообще коллективный отпуск 27 декабря по 23 января пища да январь это такое время есть более как бы тихое это площадь старого города расспелся славу тут раньше было стоя то есть это авто автостанции но сейчас видимо просто сделаны под авто стоянку может быть из-за этого вид не очень как-то еще не совсем по-современному но вот рядом вот такие достопримечательные места сейчас уже современный облик это не авто стоянка в центре города а вот все это убрать и сделать там что-то такое интересное чтобы люди могли там собираться посидеть попить чаек и так далее для авто стоянок место вот как раз рядом вот здесь например вот так тут ну город примерно по жителям также как у огре и волмеров он как-то по-другому выглядит вот для меня как-то он трудно воспринимать воспринимается просто как-то машины едут в таком постоянном потоке пищеходов тут очень мало вот тут цели долгосрочного развития и собственно говоря даже идти тут не очень понятно где ну в таком смысле чтобы вот здесь агробизнеса колледжа там я был когда-то курсах по методичке или как это называется когда работал в школе ну тут понятно раньше в универмаг сейчас тут написано кафе тетесь ну пойду посмотрю куда же сейчас универмаг вот одежда но я здесь видимо почта и должно быть без стру вот тут реально без строк причем очень хорошее работает с понедельника до субботы вот воскресенье закрыто в воскресенье вообще проблемы в этом городе поесть я уже раньше заметил так тут удобно и уютно тут реально отличное место чисто аккуратно выбор большой и главное отменное обслуживание вот для меня это очень важно отношение к ленту качество обслуживания доброта это не менее важно чем остальные факторы так что можно рекомендовать тут красиво такой круг ну вот что замечается тут улицы такие узкие вот не хватает широких улиц в этом городе при таких улицах вот думал что как называть то чего тут как бы не хватает простора тут не хватает вот такой еще осталось ну это обычный пруд еще ледвий как видно присутствует а вон как это все выглядит на другом берегу тут реально сугробы до окон домов но правда и дома сами тоже весьма низко но как я сказал вот максимальный уровень воды 8 метров и 88 сантиметров над обычным уровнем вон как по ту сторону таким образом тут да здесь уж прямо лопа но эта сторона как бы считалось более безопасная потому что тут идет этот берег как бы выше потом а в стороне там и дальше от берега весьма низ ну вот видно что как бы тут активно данную активность это вот относительно автотранспорта вот это другой конец моста сторона хрустнулся по ощущениям так нормально можно идти плюс два градуса сейчас но нет ветра фактически безветренно мой какая скульптура что же это за дама такая я уже постепенно направляюсь в сторону станции вот эта сторона хрустнулся вот здесь замечается что как-то очень часто полицейские машины едут тут даже как-то как-то простор попросторнее виды вот такие небольшие домики но хотя бы вот видно на какое-то расстояние вперед а что ж тут река уже захотела идти в гости особо далеко не попало ну начала уже лезть как это выглядит интересно вообще-то само по себе место такое интересное то что этот до пристань может быть или переправа раньше было скорее всего так ну да до восстановления этого моста работа веселись переправа тут более даже такой вид как бы привычное для города но небольшого правда как бы здание там двухэтажные всего лишь вон туда что такие трехэтажки как дым идет вот сюда проехал за автобусом но обратно хочется пешком пройтись прогуляться автобусы тут такие едут едут весьма регулярно и стоимость проезда всего лишь 50 центов оплата сразу водителя наличную миликация так что в том смысле никаких проблем вот такая послевоенная застройка чуть так сказать сбоку от как бы главных улиц где-то подальше есть еще более молодые районы а тут вон такие исторические если такие улица ригерс какой большой номер пять этажей сейчас мы перейдем к дворцу к русскому это еще не то это к русский культурно-центр так и называется русский культур раз ну вот и начинается к русский дворец тут целая территория целый ансамбль и там был когда-то внутри но это было в 2000 году тогда я думаю это совсем не было так и реновировано как сейчас это выглядит все а здесь на другой стороне вот тут река и это остров островок называется как раз с названием крустулс крустулский островок и как я прочитал во время вот этого наводнения он был под водой а вот сейчас уже все там видно вон так что территория выглядит смотрите только крейдсбург этот замок имеет начало с 13 века а на той стороне тем более интересно идти на тот островок ведет даже мост так тут с этой стороны музей в этом дворце вот через тут мост даже машина едут что-то видимо живут а сейчас я уже на этом мосту вон как это все выглядит из моста такое то такое простое вообще там и на другой стороне вон какая уже виднеется площадь с этих ледяных сугробов или как их там правильно называть вон как раз этих сугробов и опасались когда говорили о том что вот теперь ведь не весна и поэтому неизвестно упадет ли уровень воды но как видно несмотря на то что они тут есть и в реале сейчас растает вот течение в реке есть видно как куски льда плавно текут вперед причем довольно быстро ну то есть видимо течение идет под этим льдом и то что тут осталось это в принципе как бы не мешает ну я как не профессионал так по крайней мере соображают а вон дворец круспелский как отсюда выглядит прямо с таким зеркальным отражением классно ну да здесь видно что уровень воды еще выше нормы на этом острове во и что тут по всей видимости тут не должна была быть река потому что там еще этот остров продолжается но какое там течение о смотрите только тут прямо видно что вот все течет и идет еще даже посередине острова а сама большая река там еще дальше вон там видите какое течение тут сделала вода а сам остров этот называется даугав сало такой оказывается у него название там дальше протягивается там может быть какие-то дачи что-то такое в нем ну вот вышел там где видно эту большую даугаву ну вот так сегодня был такой больше обзор на информативное видео про то что вот может наделать наша река даугава это то более крупная часть а тут меньшая часть по другой стороне острова ну на этом и прощаюсь с вами благодарю за интерес за все доброе и вам тоже всего хорошего веселабо йомс узридзайшенос до новых встреч